МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце Шенгенского туннеля Европарламент открыл пошире дверь перед украинцами. Генералы песчаных карьеров. Сколько намывают в свои карманы нелегальные старатели и какой экокатастрофой это может обернуться? Янтарный чинопад продолжается. В Ривненской области ротация в областной прокуратуре. Кого выбили из кресла, кого в него усадили, все узнаем у Инны Белецкой. Она с нами на связи. Инна, я тебя приветствую. Передаю слово. Алексей, наконец-то картина со спецоперацией начала проясняться. Увольнение, назначение заговорили правоохранители. Итак, главная сегодня новость. Прокурор Ривненской области уволен. Интересно, что вчерашний приказ подписан генпрокурором с формулировкой по собственному желанию. Обезглавленная Ривненская областная прокуратура оставалась лишь одну ночь. Утром пришел приказ о назначении, правда временном. И так временно исполняющим обязанности прокурора назначил первый зам Павел Романчук. Личность куда менее публичная, чем арестованный Андрей Боровик. Павел Романчук работал на Волыне до того, как стал первым замом прокурора области. В 2014-2015 годах возглавлял прокуратуру в Сарнинском районе. Проблема эта существовала завжди. Проблема незаконного выдобутка Буштину существовала до меня. До того, как я прошел на посаду прокурора Сарнинского района. Вона существовала после. В любой период моего перебывания на посаде прокурора Сарнинского района Мы боролись, координували действия с пациентами других правоохранительных органов. Препиняли незаконное выдобувание. Слухи о том, что с арестованным Боровиком якобы конфликтировал Романчук опроверг. Какое назначение последует за этим временным интригой. Говорят, вариантов очень много. Куражан Суривной Юрий Луценку, по слухам, пытаются достучаться. Много желающих повлиять на это назначение. Не отказался сегодня от комментариев начальника управления СБУ в Ривненской области. Он хоть и считает операцию своего главкой прокуратуры успешной, не отрицает до победы над янтарной мафией. Еще очень далеко. На Ривненщине существует несколько мафиозных средств, которые контролируют этот бизнес. Поэтому говорить, что вчера были заявы отдельных посадовых людей, или позавчера, с точки зрения того, что одних выбили, на их место займут другие, и их место займут другие. На жаль, это правда. Свято место пустыни бывает. Хочу напомнить, суд избрал арест как меру пресечения для всех пяти задержанных фигурантов самого громкого на сегодня янтарного дела. Всем назначены миллионные суммы залога, самый большой для зампрокурора Андрея Боровика – 9,5 миллионов гривен. И вот сегодня стали известны фамилии еще двух арестованных фигурантов. Это Сергей Родзин, бывший начальник Дубровицкого райотдела милиции. Мы в свое время посвятили ряд материалов его работе и благосостоянию. Родзин уже после проваленной аттестации угрожал телеканалу «Интер» исками. Еще один Анатолий Смоленец – бывший участковый. По нашей информации, именно они помогали задержанному по прозвищу «Ушат» координировать работу нелегальных старателей в Дубровицком районе. Ну и чтобы понимать, насколько печаленные операции «Рядовые старатели», я хочу показать вот этот скриншот со страницы группы «Клондайк» в одной из соцсетей. Старатели шутят, мол, ставь лайк, если Луценко дал тебе неделю выходных, и репост, если сделал тебя безработным. В итоге 400 лайков и 14 репостов. Ну и, конечно же, свежее фото с месторождений в Дроздене и Обыще. Вот так, с юмором и не покладая рук. Алексей? Спасибо, коллега. Это была Инна Белецкая на связи с подробностями из Ривненской области. Генпрокуратура вмешалась в войну детективов против адвокатов. Скандал вокруг обысков адвокатских офисов с сотрудниками НАБУ не утихает уже третий день. Какие новые детали этой запутанной истории стали известны сегодня, знает Татьяна Авийникова. Вчера вечером прислужба ГПУ опубликовала заявление Юрия Луценко. В нем генпрокурор угрожает НАБУ ответственностью за массовые обыски у адвокатов. Обещает проверку и наказание. В случае, если окажется, что детективы действовали незаконно. И всего пару часов спустя НАБУ разместило на сайте свое заявление. В нем директор Артем Сытник утверждает три адвоката. Цыганков, Копусь и Маковский. Участники преступной группы нардепа Александра Онищенко. Но именно Цыганков, по данным детективов, проводил конвертацию денег, незаконно полученных от перепродажи госгаза со счетов фиктивных фирм на свой расчетный счет. Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий уверен, все обыски законы и санкционированы судом. А адвокаты просто пиарятся на газовом деле. Цыганков сам, власне, распочал эту пиар-кампанию, потому что его обшукуют, и он там уже в аэропорту, спритно втек от детективов НАБУ, которые читали в аэропорту и хотели его затримать. Что абсолютно не подходит действенности. Где они там померещились? Ну, всего было 21 обшук. Что изначили? Тэминский стол, значили. Коллеги по офису Андрея Цыганкова утверждают, постановление Соломинского суда на обыске, которым руководствуется в НАБУ, незаконное. Сами они взялись защищать фигурантов газового дела полтора месяца назад, когда судья назначал для них санкции. До этого они знакомы не были. По первым десяти фигурантам ухвалы о содержании их под стражей и с непомерными залогами выносил один и тот же судья. Судья Соломинского суда, Бобровник. Именно этот же судья Бобровник дал разрешение на обыск. Сам Андрей Цыганков сегодня в фейсбуке передал привет родным из Европы. Отверг все обвинения НАБУ, в том числе и то, что у него был счет, на который он якобы перечислял деньги фиктивных фирм. И написал, планирует вернуться в Украину, когда не уточнил. Но пригрозил, подаст против НАБУ иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Татьяна Авинникова, Елена Зорина и Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. Раскрыта еще одна газовая схема. В этот раз куратор не нардеп, а бывший министр экологии Николай Злочевский. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, фирма, подконтрольная чиновнику времен Януковича, недоплатила в госбюджет миллиард гривен. И это всего лишь только за последние два года. Схема заключалась в том, что компания «Эскопивнич» выводила прибыль в фиктивные расходы. Таким образом уклонялась от налогов. Луценко сообщил, обыски продолжаются до сих пор. Ищут причастных к схеме менеджеров фирм Злочевского и чиновников, которые ему способствовали. Напомню, сам экс-министр, в розыске уже больше года. А, кстати, магазин дорогой обуви в самом центре Киева, злочий, владельцем которого его считают, работает до сих пор. Чтобы мы понимали, что означает несплата податков на миллиард гривен, это четвертая часть оборонного бюджета Украины по закупке техники и оружия. То есть, если сплазить вместе сбитки компании Анищенко и компании Злочевского, то это пив украинской оружии и техники, которая выделяется в государственном бюджете. Прийти несколько десятков компаний, довести их фиктивность. Частина из них уже вызнана фиктивными, что дает нам полные представления, готовить подозрение до посудовых людей СКО Пивнич. Золотые пески Киевской области. Бизнес по схеме очень похожий на Янтарную, процветает в радиусе 100 километров от столицы. Нелегальная добыча песка грозит экологической катастрофой и колоссальными потерями для бюджета. А в чьих карманах оседают сотни миллионов гривен? И кто покрывает нелегальных добытчиков, разбирался Ярослав Кречко. Старое русло Десны в районе села Погребы под Киевом. Земснаряд работает, на горе нам этого песка человек. Добрый день! Мужчина невозмутим, приходится карабкаться вверх. Прокуратура до вас не приезжает? Без понятия. Олег, упало давление. Разговор не клеится, снизу нам советуют спуститься. Человек представляется Сергеем. Я стажирую здесь. Мы на стажировку не предоставляем документы. Это место связано с так называемыми бриллиантовыми прокурорами. Они расследовали незаконную добычу песка и чтобы спустить все на тормозах, якобы потребовали 200 тысяч долларов. Нашумевшее дело в суде, а в селе Погребы и дальше вырастают песчаные горы. На профессиональном сленге их называют «картами». Это карта, которая свежая намивается. Она свежая, это будет реализовываться на потом. Это действующая карта. Мы видим тут свежие следы. Фактически недавно тут работал экскаватор, бульдозер был вывез. Но в компании, которая здесь работает, слова инспектора отрицают. Мол, песок не продают, да и не песок это вовсе, а песчаная смесь. Все, чем занимаются, чистят русла реки и оборудуют пляж. И так уже три года. Закончить работу якобы мешают постоянные прокурорские проверки и конфискация техники. Сотрудники прокуратуры Киевской области во время проведения следственных действий, они не заботились, так сказать, о процессуальной чистоте проведения этих действий. Основной целью было это изъятие земснарядов. Более того, добавляет адвокат, технику после изъятия повредили. Есть подозрения, использовали на других объектах. Подобный случай произошел в Киево-Святошинском районе. Земснаряды, они перебывали в владении физической особи, которая использовала их для очищения своего озера. Ее прокуратура конфискувала и передала этим особам, которые использовали ее уже для моего обвиска. Это карьер в районе села Ходосовка. Земснаряды не работают уже несколько недель. Но рабочие тут живут и обслуживают технику. Активисты и журналисты незаконную добычу здесь останавливали несколько раз. Даже расценки озвучили. Более 100 тысяч гривен каждый месяц незаконные добытчики платили в органы за их пассивность. По сути, все это контролируется прокуратурой. И то, что криминальная справа, например, по Ходосовке, по этому карьеру, была открыта в 11-12-м году. И при этом за весь этот час никто ничего не расследовала. Это такая возможность, тиск. Есть криминальная справа. Мы можем сюда приехать, скажем, покошмарить вас. Да, за это нужно как-то вдячь. Чтобы они приезжали. По каждой из этих нелегальных точек активисты не раз обращались к, со вчерашнего дня, уже бывшему прокурору Киевской области Евгению Бондаренко и Генпрокуратуру безрезультатно. Показательно, что в то время, когда в столице представляли нового прокурора области, в Погребы, к песчаным горам приехали следователи. Вся куча 2 миллиона гривен. Вот такая куча 2 миллиона. Так, куча 2 миллиона гривен. Куча намывается за тиждень. Вывозится она за тиждень. По самым скромным подсчетам, в области каждый год нелегально добывают песка на полмиллиарда гривен. В прокуратуре на наш запрос ответили лишь письменно. По ходасовке дела расследуют по области. В целом планируют комплекс мероприятий для борьбы с нелегальными добытчиками. И добавили для видеоинтервью новому прокурору еще предстоит детально разобраться в песочной теме. Теперь главное, чтобы активность, которую в эти дни проявляют следователи, не закончилась обычной сменой покровителей этого бизнеса в погонах. Ярослав Кречко, Вадим Сверидонов и Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Кстати, уволен из должности киевского областного прокурора Евгений Бондаренко, отныне прокурор Донецкой области. Сегодня на сайте генпрокуратуры появилась новость об этом назначении. Андрей Любович, предшественник Бондаренко, уже написал рапорт об отставке. Но нового прокурора сотрудникам Донецкой областной прокуратуры, которая находится в Мариуполе, пока еще не представили. Коллекция картин, вазы, статуэтки и не только. У эксглавы администрации президента времен Януковича Андрея Клюева прошел обыск. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Добавил соответствующие фотографии. Отвечая на комментарии пользователей, Луценко уточнил, на данное имущество наложен арест для обеспечения обвинительного заключения. Блокирование на опережение. Вместо компромисса народные депутаты пытаются перехитрить друг друга. И вместо разблокирования трибуны продумывают, как ее атаковать первым. Ради этого даже не поленились в парламент раньше приехать. Почему фракции так и не помирились? И в каких условиях теперь голосовать Екатерина Лысенко? Обо всем подробнее. Возле президиума с самого утра неспокойно. Трибуну опять окружают, но уже не радикалы с Батьковщиной, а депутаты большинства. Нардепы из блока Петра Порошенко и Народного фронта пришли задолго до открытия заседания. Но, чтобы сыграть на опережение, первыми заблокировать трибуну. Вместо рубашек депутаты из БПП надели вышиванки. Их коллеги и фронтовики достали камуфляж. Говорят, не блокировать пришли, а защищать трибуну. Но уже через пять минут в зале снова перерыв. Я оголошу и прерыву на 30 минут. Мы все продумали. Я еще раз надеюсь, что большинство всех народных депутатов, которые деблокируют трибуну, смогут отдать голосы за очень важные законопроекты. Они, используясь тем, что контролируют аппарат парламенту, открыли там двери, проникли туда, и думают, что они таким образом сделают рабочим парламентом. На самом деле, такими действиями они просто защищают тот тарифный геноцид, который сегодня есть в стране. А блоки Порошенко констатируют, иного выхода нет. Договориться накануне так и не смогли. Если одна страна глуха и абсолютно не принимает никаких аргументов, и она работает на деструктиве, то, значит, очевидно, нужно делать те вещи, которые разблокируют парламент. Потому что мы готовы к переговору. Но к переговору, когда разговаривают двери. На жаль, остановился диалог. На жаль, есть реальная загроза билей и силового противостояния. Это еще один круг до сроковых выборов, которые не нужны в Украине, которые мало что-то изменят. Но после перерыва радикалы с Батьковщиной от своей идеи не отказались. Устроили протест на полу, по-прежнему требуя создать временную комиссию по вопросам тарифов и грозя созданием объединенной оппозиции. Но помимо требований небольших фракций, у большинства свой список условий. Фронтовики, к примеру, требуют закон по спецконфискации. Но сегодня о своем требовании они говорили не так громко. Ничего не блокировали даже после того, как зал провалил внесение законопроекта в повестку дня. Тем не менее, несмотря на целый список требований, у всех и сразу сегодня Рада все же может похвастать несколькими принятыми законами. В том числе парламент запретил штрафовать теплокоммунэнерго, с которыми не рассчиталось государство, то есть не компенсировало разницу между тарифами и предоставленными услугами. Закон, который позволяет разблокировать работу всех коммунальных предприятий из-за неправильной позиции Минфина, исполнительной службы, работа была заблокирована и практически парализована под готовкой к осенне-зимнему периоду и вообще к оказанию услуг населению. Это один закон, который сегодня был действительно нужен людям. Вместе с тем, в парламенте предлагали отменить депутатские каникулы и не закрывать сессию. Но воли лишить себя отпуска у нардепов не хватило. Екатерина Лысенко, Ольга Рысарь, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал Интер. Страсти в Раде накаляются. Сегодня сошлись в рукопашный фронтовик Пашинский, нардеп от бочкевщины Власенко. По словам очевидцев, Власенко якобы обидел коллегу по партии Пашинского, Татьяну Черновол. В результате завязалась потасовка. Разняли Драчунов другие депутаты. Агитировать, голосовать за назначение членов Совета Нацбанка. Премьер прибыл в Раду вечером лично. По словам Владимира Гройсмана, этого требует МВФ. На утреннем заседании за это решение не хватило голосов. После уговоров депутаты назначили четверых членов Совета НБУ. Скандал в ведомстве министра юстиции Петренко, главного иллюстратора Украины, Татьяну Казаченко, обвиняют в неуплате налогов. Нардеп Сергей Каплин, ссылаясь на расследование журналистов интернет-издания, обратился в нацполицию, фискальную службу и к министру юстиции Петренко. Лично с просьбой проверить, я процитирую, неправдивую декларацию Казаченко. Об этом написал на своей странице в фейсбуке и поделился информацией, что журналисты обнаружили в госреестрах недвижимость замминистра юстиции Казаченко в Николаевской и Херсонской областях. Первая, нежилая, принадлежит ей с 2011 года. Вторая, а это два дома с 2004 и 2005. Однако в декларации за прошлый год ни один из них не указан. Зато там появилась пятикомнатная квартира в Киеве, площадью около 180 квадратов, не задекларированная ранее. При этом информации о ее стоимости нет, а из указанных Казаченко доходов непонятно, каким образом она могла ее приобрести. Польша готовится к саммиту НАТО. Встреча в Верхах состоится в Варшаве. В числе мировых лидеров туда прибудет и президент Украины Петр Порошенко. Что обещают нашей стране? Об этом расскажет Оксана Кундеренко. Саммит не зря исторический. Таким укреплением своей обороноспособности НАТО не занималось со времен Холодной войны. И таких угроз давно не было. Ситуация на востоке Украины, разваливающаяся Европа и теракты исламистов в самом ее сердце. Жители и гости Варшавы чувствуют себя в безопасности. Мы заранее обучили персонал, готовили общественный транспорт с потенциальным угрозом. В столице Польши дополнительные патрули, чуть ли не каждые 10 метров полиция, усиленные проверки. В небе вертолеты и истребители. Оборонный бюджет саммита почти 50 миллионов долларов. В Варшаве временно запрещены массовые собрания и акции, а у спецслужб появился доступ к персональным данным граждан Польши. Место проведения саммита и вовсе в нескольких кольцах оцепления. Его, к слову, выбрано не случайно. Металлика, колдплей, Мадонна, Пол Маккартни. Нет, это не список гостей саммита НАТО, а это те, кто выступал здесь, на национальном стадионе в Варшаве, построенном, кстати, к Евро-2012. Поляки сумели грамотно использовать здания, и теперь здесь проходят выставки, конференции, а сейчас вот и встреча в верхах. Мировым лидерам на саммите есть что обсудить. Потоки беженцев в Европу растут. Британия после Брекзита хоть и пытается всех убедить, что из Альянса выходить не будет и от террористов соседей защитит, но не урежет ли Лондон свое финансирование НАТО. Да и Россия играет на нервах, то и дело отправляя корабли и авиацию к восточным рубежам Альянса. Именно поэтому на саммите собираются объявить, в Польше и Прибалтике разместятся дополнительные военные подразделения. Роль России в украинском кризисе не на шутку обеспокоила наших восточных соседей. Россия нарушает законы, границы, ее действия расходятся с обещаниями, подрывается и доверие к НАТО. Именно поэтому мы должны поддержать восточных партнеров и заверить, что они защищены. Точно так же, как и Украина, наша страна единственная, с которой во время саммита запланирована двусторонняя комиссия. НАТО обещает материальную и консультативную помощь сразу в 40 направлениях украинской обороны. Президент Петр Порошенко лично прилетит на встречу завтра утром. Это решающий момент для нашей общей безопасности. Мир гораздо опаснее, чем был несколько лет назад. И НАТО вынуждено реагировать молниеносно. Мы утроили силы быстрого реагирования и открыли новые базы в Восточной Европе. Но и про сотрудничество с Россией не забывают. Уже через 4 дня после Варшавы с представителями Москвы встретятся в брюссельской штаб-квартире, чтобы оценить последствия саммита. Оксана Кундеренко, Игорь Сули, подробности, телеканал Интерпольша. А накануне варшавского саммита в Киев прибыл госсекретарь США Джон Керри. Этот визит в Америке называют знаковым. Встреча с президентом Украины длилась дольше запланированного. О чем же говорили? Подробнее Алексей Пшемыцкий. Встреча Петра Порошенко и Джона Керри вместо запланированных 10 минут длилась полтора часа. Политики выходят к уже заждавшимся журналистам в приподнятом настроении. Сразу же извиняются за опоздание. Говорят, больно уж много вопросов довелось обсудить. В первую очередь говорили о борьбе с коррупцией. Петр Порошенко рассказал госсекретарю США о громких делах, в том числе и против нардепов. И пообещал и дальше активно бороться с коррупционерами. Это только начало решительной борьбы с коррупцией, для которой нет и не должно быть своих или чужих. Никакого даха для коррупционеров не будет. И сегодня я уверен, что все должны это услышать и это понимать. Главной темой встречи стала ситуация на востоке Украины. Президент Порошенко заявил, что сейчас Украина вместе с международными партнерами работает над дорожной картой выполнения минских соглашений. В свою очередь госсекретарь США отметил, что в Вашингтоне ждут беспрекословного выполнения договоренностей и от России. Если Россия не будет двигаться в направлении деэскалации конфликта, санкции останутся в силе. То же самое касается Крыма. С самого начала конфликта, с тех пор, как Россия вторглась в Крым, США заявляли, что мы не принимаем и не примем попытку России аннексировать полуостров. И наши санкции, касающиеся крымского вопроса, останутся в силе до его разрешения. Временные рамки это то, к чему мы стремимся. Временные рамки и дорожная карта того, что и когда должно быть выполнено. Какая последовательность и какая гарантия имплементации пунктов соглашения. Альтернативы минским соглашениям нет. Вопрос безопасности ключевой для ситуации на Донбассе, отметил президент Украины. Именно о нем будут говорить и на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Варшаве, где состоится и уникальная встреча в формате «Большая пятерка плюс Украина» с лидерами США, Германии, Франции, Великобритании и Италии. Мы скоордируем заходы подальшего забезпечения примусу России до полной имплементации минских договорностей и начала деоккупации Крыма. Мы продолжаем полегать на започатку международного механизма деоккупации Півострова. В свою очередь Джон Керри заявил, США и дальше будут всячески поддерживать Украину. В частности, Вашингтон решил предоставить Киеву 23 миллиона долларов на гуманитарную помощь для Донбасса. После встречи с президентом Украины Джон Керри также встретился и с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Алексей Пшемызки, Олег Невядомский. Подробности телеканал Интер. Германия начнет продавать оружие Саудовской Аравии. Это решение приняли на закрытом заседании Совета безопасности страны. В его поддержку выступили канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штанмайер. Вначале, в частности, Саудовскую Аравию отправят 48 патрульных катеров. Оружие Эр-Рияду продадут как союзнику в борьбе с терроризмом. В декабре прошлого года страна объявила о создании международной исламской коалиции для борьбы с терроризмом, которая объединила 33 страны. Черный уже назвали эту неделю в зоне АТО с понедельника ни дня без потерь. За прошедшие сутки погибли двое украинских военнослужащих, еще шестеро получили тяжелое ранение. Боевики не прекращают обстрелы из тяжелой артиллерии, бьют преимущественно из крупнокалиберных минометов и САУ. Ситуация обострилась по всем направлениям. Видел все наш военкор Станислав Кухарчук. Эта позиция близ села Лебединское сейчас больше напоминает поверхность Луны. Земля здесь буквально усеяна воронками от разрыва вражеских снарядов. Боевики били почти 8 часов из минометов и САУ. Бояски внутренние. Да, это не миномет. Видно по осколкам. Ствольная артиллерия. Судя по воронке твердости грунта, это 152 или 122 миллиметровые орудия. Окупированная Саханка находится за теми ветрогенераторами. На ее окраинах и сосредоточена артиллерия наемников. Часто вражеские снаряды летят не только на позиции украинских военных, но и на окраины Лебединского. Когда начался последний обстрел боевиков, Сергей был на наблюдательном посту. Говорит, только чудом никто из бойцов не пострадал. Вот здесь я находился. Вот, впоследствии. Вот осколки разрывали. Вон пошел осколок. Сзади вас разрывало. Ну, то есть, я думаю, что если бы я стоял, то после себя были похуже. По дороге на соседнюю позицию командир подразделения обнаружил. Под прикрытием артиллерии наемники запустили в их сторону еще четыре противотанковые управляемые ракеты. Это проволока с противотанковой управляемой ракетой. Она управляется через проволоку. Вот это вчера четыре раза она стреляла, вот туда поехали. Наши бойцы едва сдерживаются от ярости. На позициях у ребят только стрелковое оружие. Ответить вражеской артиллерии они не могут. Слишком большая дистанция. А из-за безнаказанности боевики совсем обнаглели. Даже видели бинокль, как они передвигаются, загружают и выезжают. Потому что они не знают, что может у нас тут нет ничего серьезного. Такое, что мы можем им отпор дать. То есть уже как-то себя ведут смело просто. О том, что боевики стреляют не только ночью, мы убедились и сами. Увидев журналистов, наемники открыли огонь из танкового гранатомета. Туда, туда, туда все, туда. Но на этот раз обошлось. Выстрел был только один. Боевики скорее хотели таким образом показать свое присутствие. Но ночью ребята ожидают настоящую канонаду. В районе Саханки разведка обнаружила движение вражеской тяжелой техники. Станислав Кухарчук, Даниэль Косаковский, Антон Чиженко. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Внедрить безвизовый режим для украинцев как можно скорее и без задержек. Таков вердикт комитета по внешним делам Европарламента. Здесь не видят больших проблем на пути к либерализации ни со стороны Украины, ни со стороны Европы. Напомню, для того, чтобы документ получил зеленый свет, и украинцы смогли без виз пересекать шенгенскую границу, необходимо также позитивное решение Совета Европы. Но пока этот орган не спешит официально принимать решение. В Куларах говорят, причина – отсутствие видимых и действенных реформ. Европарламентарии подтверждают – успехи есть, но их надо ежедневно подкреплять конкретными действиями. Украина достигла большого прогресса, но имплементация реформ не должна на этом останавливаться. Повсеместную борьбу с коррупцией и законодательные реформы необходимо продолжать. То, что сегодня мы приняли позитивное решение по визовой либерализации, означает, что процесс будет продолжаться, и парламент проголосует это осенью. Госагентство лесных ресурсов Украины против Геннадия Москаля. Почему в Закарпатье больше двух месяцев не выпускают вагоны с лесом за границу, выясняла Марина Коваль. Госагентство лесных ресурсов обратилось в ГПУ и СБУ с жалобой, почему 182 вагона с лесом застряли в пунктах пропуска на границе в Закарпатской области. Мол, комиссия лесников проверила древесину и нарушений не нашла. И государство по вине таможенников, и губернатора Москаля несет миллионные убытки. Правда, прокомментировать на камеру свое заявление сегодня в агентстве не смогли, сославшись на чрезвычайную занятость. Отправили нас за информацией на свой официальный сайт. Закарпатская таможня не выпускает за границу вагоны с лесом второй месяц. Проверили уже 180 вагонов, подключив специалистов торгово-промышленной палаты. И вот что выявили. Колоссальнейшее расхождение. Я могу только сказать, ну вот допустим в пяти вагонах, я знаю точно, они пришли из Дякова, мы перевешивали, 75 тонн на пяти вагонах расхождение. Возможно, это схема. Это незаконное вышкодование ПДВ. А закарпатский губернатор выдал распоряжение, согласно которому дрова должны и выглядеть как дрова. Колода не длиннее метра, разрубленная на части. Претензий Гослесагентства Москаль не понимает. Ценые породы деревьев, они решили шантажировать меня. Будут там звертаться в прокуратуру, в Генеральную, в СБУ, в ГРУ, КРУ, ЦРУ. Ну, это мне до, как говорят, тут гуцулы в Карпатах под цим баллом. Жесткой оппозиции москаля не нравится не только Гослесагентству. Например, Черниговский губернатор отказался помогать Закарпатью в ликвидации последствий городобоя тоже из-за зависшей на границе древесины. На митном посту Батево у нас перебывают такие-то-такие-то вагоны между лесовыми господарствами в Черниговской области и фирмой Австрии. Черниговская областная администрация не дала вам никакую допомогу в отделе что до подолания наследков стихийного лиха. Прокуратура и СБУ комментировали ситуацию с простоем вагонов. С лесом не захотели. А в полиции, говорят, расследуют одно уголовное дело, которое касается 28 вагонов, задержанных активистами в апреле этого года. Древесина сейчас находится на территории закарпатской митницы государственной фиксальной службы. Сейчас предназначаются экспертизы. На закарпатской таможне, говорят, проверка 180 вагонов, составление актов и судебные процессы могут затянуться минимум на год. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. В Николаеве снова горела мусорная свалка. В этот раз огнем охватила центральный городской полигон. Площадь пожара достигла 3000 квадратных метров, в то время как вся свалка занимает площадь 40 гектаров. Чтобы затушить пожар, пришлось подключать технику местных фермеров, грейдеры и водовозы, ведь на полигоне попросту не было нужного оборудования. Огонь вспыхнул около 4 часов вечера, а потушили его ближе к ночи. Спасатели, говорят, уже не раз акцентировали внимание городских властей на плачевном состоянии пожаробезопасности на этой свалке, но все тщетно. Во время этого пожара возникла угроза взрыва. Огонь подошел вплотную к станции по добыче биометана. В Днепре, где через 10 дней состоятся промежуточные парламентские выборы, в открытую переходят от применения грязных технологий к прямому давлению на кандидата от оппозиции. О черных пиар-технологиях и грязных играх на следующий репортаж. Чем ближе час икс для кандидата в Верховную Раду по 27 округу, тем больше накаляются страсти. Что такое черный пиар, испытал на себе лидер предвыборной гонки Загид Краснов. На днях под покровом ночи злоумышленники пытались просто испортить бигборды кандидата. Их задержали. Попробуешь прилепить, утром девочка проедется по городу, глянет, где висит, саму выдадим завтра. А сколько вам предложили вознаграждение за это? Ну получается 300 гривен. Теперь конкуренты взялись за близкое окружение и семью Краснова. Только в течение одного дня кандидат столкнулся сразу с несколькими фактами. Сначала коммунальщики незаконно демонтируют пожарные подъезды к его предприятию, затем некоторые местные СМИ обвиняют сына Краснова в криминале. Якобы он избил одного из работников коммунхоза. Меня возмущают именно сами подходы, которые сегодня нынешний власть использует для того, чтобы провести своего Кнопкодава в Верховную Раду. И возмущает то, что для этого у них нет пределов, пределов дозволенного. Примечательно, что избитый коммунальщик факт нападения на себя со стороны сына кандидата в депутаты напрочь отрицал. Средства массовой информации, вы же понимаете, это могли придумать. Но увидели целые, никто меня не сбывал. Синяков на мне нет. Бизнесмен и меценат Загид Краснов отмечает, в местной политике он не новичок. Но с подобными провокациями еще не сталкивался. Что же касается меня, я хочу сказать, меня этим не напугать. Меня не купить. Я буду идти до конца. Согласно данным Международного аналитического центра социологии, Краснов является лидером предвыборной гонки по 27-му избирательному округу. И его рейтинг стремительно растет не только среди сторонников оппозиции. Власть сильно рискует тем, что она проводит провокации против Загида Краснова, поскольку таким образом она прямо показывает, кого власть больше всего боится. В данном случае Загид Краснов имеет все тенденции для аккумулирования всего протестного электората и оппозиционного электората. До выборов в Днепре еще 10 дней. Напомню, в семи округах будут избирать народных депутатов. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Днепр. Трансляции Евро-2016 под угрозой. Об этом заявляет медиагруппа Украина. Вчерашний полуфинальный матч Португалия-Уэльс на телеканале Украина пытались заглушить. Медиагруппа Украина требует от компетентных органов принять соответствующие меры и выявить источник вмешательства в работу спутника. Трансляция Евро-16 должна продолжиться без каких-либо препятствий, подчеркивают в компании. Шекспировские страсти разгораются в Великобритании. Следующим премьером там точно будет женщина. У кого же появился шанс стать второй тэтчер, Светлана Чернецкая расскажет. Их было пятеро консерваторов, готовых возглавить страну в это смутное время. Уже в первом раунде вылетел бывший министр обороны Лиам Фокс. Вслед за Фоксом свою кандидатуру снял министр труда Стивен Краб. Если бы в свое время «железные леди» не назвали Маргарет Тэтчер, наверняка это прозвище получила бы она. Министр внутренних дел слывет резкой, уверенной и твердой женщиной. На своем посту она уже шесть лет не была уличена в скандалах, даже критики особой в ее адрес не было. Мэй получила самую большую поддержку депутатов в премьерской гонке. Даже больше, чем остальные четыре кандидата вместе взятые. Что на самом деле о ней думают коллеги, журналисты узнали из подслушанного разговора перед прямым эфиром. Один из самых влиятельных консерваторов, Кен Кларк, не подозревал, что его разговор с коллегой записывают. Тереза чертовски сложная женщина, но мы с тобой работали с Маргарет Тэтчер. Я с ней отлично лажу, она действительно хороша, но очень засиделась в МВД, впрочем, она не очень сильна в иностранных делах. Настоящим сюрпризом гонки стала Андреа Лецом, замминистра энергетики. Еще две недели назад она считалась первым претендентом на вылет, но презентовав свои планы на посту премьера, завоевала благосклонность коллег. И после первого тура голосования стала второй после Терезы Мэй. В отличие от главы МВД, агитирующей за то, чтобы остаться в Евросоюзе, Лецом была одним из лидеров компании «За выход». И сейчас обещает как можно быстрее начать процесс расставания с Евросоюзом. Вопрос не в том, приспособится ли Великобритания к новым условиям. Вопрос в том, как быстро и насколько хорошо она это сделает. Сегодня я хочу обратиться к участникам финансового рынка, а также к нации. Никому не следует бояться нашего решения выйти из ЕС. Известному двумя громкими предательствами Гоуву не дали возможности занять кабинет на Даунин-стрит-10. Он вылетел на сегодняшнем голосовании. Близкий друг и соратник, пока еще премьера Кэмерона, Гоув предал его, возглавив компанию за Брекзит. Нож в спину он воткнул и соратнику по выходу Борису Джонсону, назвав его неспособным руководить страной. Финал получился женским. Кто же из двух кандидатов станет новым премьером, теперь будут решать рядовые члены консервативной партии. Их в Британии около 150 тысяч. Свои голоса они будут отправлять по почте. Определиться с фаворитом у них есть время до сентября. Тогда же и узнаем имя нового главы правительства. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Громкое убийство в США. Люди выходят на протесты, добиваются сурового наказания. Что именно вызвало такую волну негодования, знают наши корреспонденты. Америка протестует. Опять против убийства чернокожего полицейским. Но в этот раз с особой жестокостью. Вот эти кадры в США постоянно показывают уже вторые сутки. На них видно, как полицейский прижимает к земле чернокожего мужчину, достает пистолет и стреляет ему в грудь. Слышно пять выстрелов. Я подумал, что это просто ночной кошмар. Ужасно видеть, как твоего друга убивают прямо перед тобой. Это страшно. Убитый афроамериканец. 37-летний Элтон Стерлинг. Продавец диска в городе Батон Руш в Луизиане. Его друзья говорят, у Стерлинга было с собой оружие. Но при встрече с полицейским он его не доставал. Полицейские оправдываются тем, что приехали на вызов о вооруженном чернокожем. Да и сам Стерлинг не такой уж и невинный. Отсидел в детской колонии. Потом пять раз попадал в полицию. Дело расследуют. Наша цель и миссия убедиться, что расследование этого инцидента будет открытым и независимым. Несколько сотен человек пришли к месту убийства, взывая к справедливости. Я вышла и не поверила глазам. Он лежал на земле, а я продолжала спрашивать. Это мой сын? Он мертвый? Мы будем молиться о мире и единстве. Но вы должны знать, мы не остановимся на этом, потому что требуем правосудия. Это далеко не первый случай в Америке, когда афроамериканцы выходят на протесты и добиваются наказания для полицейских, убивших Чернокожего. О поддержке в расследовании заявили в Белом доме. А вот в Конгрессе до сих пор активно обсуждают закон об ограничении продажи оружия. Пока Америка взволнована очередным беспределом полицейских, теперешний неофициальный лидер республиканцев Дональд Трамп опять шокирует. Свой похвалой Саддаму Хусейну. Саддам Хусейн был плохим парнем, да, действительно очень плохим. Но знаете, что он делал? Он убивал террористов и делал это хорошо. Иракские власти не зачитывали им их права. Сегодня Ирак это Гарвард терроризма. Тем временем в другой части Америки полицейский Миннеаполиса застрелил водителя во время остановки на светофоре. Юлия Мендель, Американское бюро телеканала Интер. Срочную новость мы получили из Германии. В берлинском аэропорту объявлена тревога. Обыскивают лайнер авиакомпании Люфтганза. Неизвестный по телефону сообщил, что на борту самолета рейса Берлин-Мюнхен бомба. Пассажиров лайнера эвакуировали. Пока больше никаких подробностей не сообщается. Мы следим за развитием ситуации. Все подробности смотрите уже в утренних выпусках новостей. Или на нашем сайте. Его адрес подробностей. Уэй. У меня на сегодня на этом все. Спасибо, что смотрели. Завтра обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин